Ассаламу алейкум! Существует ли эволюция? Атеисты приводят в пример копчик, что это основание хвоста. Какой довод имеется, отрицающий это? Начнём с того, что эволюция существует, и относительно этого никаких сомнений просто-напросто быть не может. Это очевидный и доказанный факт, что эволюция существует. Эволюция имеется. Но проблема дарвинизма заключается в том, что дарвинизм, основываясь на предположениях, дарвинизм основывает на своих догадках, утверждает о том, что частью эволюции является то, что человек произошёл от обезьяны. И на это у дарвинизма никаких доводов нет. И даже более того, я вам скажу, нет доводов на это ни как отрицающих, ни как доказывающих. То есть у нас нет никаких научных доводов того, что человек произошёл от обезьяны, точно так же, как у нас нет никаких доводов того, что человек от обезьяны не произошёл. Всё, что озвучивается, является предположением и возможностью. А довод — это то, из чего следствие, из чего заключение выводится в порядке необходимости. И всё, что говорят, например, относительно копчика, это всего лишь возможность, это предположение, не более того. А аргумент — это то, из чего заключение необходимо истекает. А теперь по поводу того, какова правильная точка в данном вопросе. Относительно того, произошёл человек от обезьяны, является ли эта стадия на самом деле исторической стадией эволюции или нет, относительно этого мы имеем только один источник — это священный текст. Это священные тексты, это откровения, принесённые человечеству пророками. В частности, это священный Коран, в котором Всевышний говорит, что Он создал человека, нашего праотца Адама создал из глины. И так как достоверность, надёжность священного Корана доказана, доказана чудесами, доказана множеством вещей, это уже отдельная тема, но так или иначе, священный Коран доказан, мы верим, и основываясь на этом, говорим, что нет, это не является частью эволюции. Человек от обезьяны не происходил. И поэтому в данном вопросе мы можем только доверять тому, что говорит Всевышний, ибо доводов, подтверждающих то, что человек произошёл от обезьяны, точно так же, как и доводов того, что человек от обезьяны не происходил, у нас нет доводов в том понимании, который мы уже разъяснили. Поэтому здесь, в данном вопросе, единственным источником, единственным надёжным и достоверным источником являются слова Всевышнего Аллаха. Если он сказал бы, мы создали Адама из обезьяны, мы поверили бы в это. Но он говорит, что он создал Адама из глины. А эти доводы, которые приводятся за и против, они все полагаются на возможность и вероятность, а не необходимость.